Люди на бетонной плите у пешеходного перехода. Вот что видят автомобилисты, въезжающие в набережные Челны с Альметьевской трассы. Чего ждут эти люди, догадаться непросто, пока не появится автобус. Оказывается, это пассажиры городского общественного транспорта. Подробности в рубрике «Челнинские остановки». Эта остановка – рекордсмен по количеству нарушений. Расположена на окраине Сидоровки у трамвайной Конечной. На карте города ее обозначили аббревиатурой КБО. О том, что здесь останавливается общественный транспорт, не говорит вообще ничего. Здесь нет даже знака, информирующего о том, что тут можно дождаться автобуса. Нет ни таблички с названием остановки, ни павильона, и даже вот это расширение дорожного полотна сантиметров на 20-25 вряд ли можно назвать спецкарманом. С другой стороны дороги автобусы и вовсе не останавливаются. Они высаживают пассажиров на автостанции или проезжают дальше, в сторону мясокомбината. Ожидающие общественный транспорт здесь в полном распоряжении капризной погоды. От солнца, дождя, ветра или снега спрятаться некуда. Если дождь начинается, пасмурная погода, то стоять уже неудобно. Я иногда вот так вот спучусь, то за стол, то где спрячусь. Пожалуйста, начальству, доведите это дело. Дождь, мороз, стой, вот хорошо, трамвай еще рядом. Хорошо, что эта трамвайная остановка конечная, и здесь всегда можно найти пару-тройку пустых вагонов. В случае непогоды, дождя или резкого холода можно попросить разрешения у добрых людей погреться внутри. Мы связались с предприятием автомобильных дорог. Там пообещали, что знак, информирующий об остановке, скоро появится. А вот павильона ждать не стоит. Пока нет денег и места для установки укрытия. Но это еще полбеды. Люди жалуются, что водители не пропускают пешеходов, которые переходят дорогу в предусмотренном для этого месте. И на зебру не реагируют. Какой только знак. И на зебру не реагируют они. Вот иногда приходится с ребятишками проходить. Это очень тяжело. Очень опасно и очень страшно. Да. Вот ждем, пока с той стороны кончится поток. Разметку в виде зебры обязательно нанесут, говорят работники Транссигнала. Техника уже готова. Скоро поступит финансирование и начнут работы именно отсюда. Вот только проблему это не решит, говорят специалисты предприятия. Ситуацию может исправить только надземный пешеходный переход. Егор Орлов, Ильнар Мустафин. РНТВ. Набережные Челны. РНТВ. Набережные Челны.